Готика. Сколько в этом названии ярких воспоминаний, чистых и светлых эмоций. С релиза оригинальной игры прошло больше 20 лет. Лично я в тайтл поиграл годик так 15 назад, а память о том самом оригинальном проекте «Пираний» всё так же свежа. Словно только вчера попал в этот бескомпромиссный мир фэнтезийной магической тюрьмы. А, стоп, ведь так оно и было. Разница, правда, в том, что вчера я, сценарист Иван Косолапов, запускал ремейк первой Готики и теперь хочу вам немного об этом рассказать. Помогут мне в этом диктор Антон Киреев и монтажёр Богдан Андреев. Обсудим ощущения, сравним с прочими мировыми премьерами, перетрем за паркур да боевую систему. Короче, проведём это время с пользой, но главное — выясним каждый для себя, стоит ли игру в принципе ждать. Готовы? Тогда погнали! Вы на канале IGM, и мы продолжаем делиться впечатлениями от игр, которые удалось пощупать на Gamescom. Для нас, геймеров из СНГ, дилогия Готики — это не просто хорошие олдовые РПГшки. Это полноценная часть геймерской культуры. Многие фразы персонажей из этой серии разошлись на цитаты, как, например, мемная «Ты даже не гражданин!» А уникальный мир Хориниса до сих пор ощущается глотком свежего воздуха среди заезженных историй об эльфах, гномах и прочей нечисти. Неоспоримый факт — каждый, кто проходил первую или вторую Готику, никогда не забудет это приключение. В своё время франшизе, бывшей некогда на вершине ролевого Олимпа, не повезло с продолжением. Третья часть любви особо не сыскала, в основном из-за технического состояния, а четвёртая... Да я шучу, не было никакой четвёртой части. Забудьте! Так вот, сериал ушёл в небытие, но героев забывать не принято. В ремейк культовой классике верилось с трудом. Но вот он приключился и всё больше обрастает деталями. В этом году уже выложили час геймплея из самого начала, а релиз проекта ожидается плюс-минус зимой. Однако это пока киркой по магическому куполу писано, а вот что действительно и не подлежит спорам – факт нашего личного прикосновения к ремейку на Геймскоме. Итак, что ж там с квестами? Как ощущается окружающий мир и портит ли впечатление паркур? Давайте уже отбросим рассусоливание и по пунктам разберём, могут ли «Алкимия» претендовать на звание новой классики. Делать ремейк, который ждут очень… не-не-не, очень сильно – рискованное занятие. Тем более, когда работать приходится с настолько комплексной игрой, как Готика. Её переосмысление появилось очень внезапно с анонсом в 2021 году, когда всем потерявшим надежду фанатам показали первый трейлер. Выглядел он бюджетненько, но шарм имелся. Хотя я, как человек давно в теме, прекрасно помню разнотолки, мол, не вывезут или выглядит сомнительно. Честно говоря, сейчас бы хотелось посмотреть в глаза тех комментаторов, потому что пока впечатление такое – вывезут и ещё как. Билд, который удалось опробовать на выставке, очень хорош собой. В прошлом году мы уже приезжали на Gamescom, где также оценили тогдашнее состояние ремейка. Тогда это удалось сделать аж в компании директора проекта Райнхарда Поличи и бессменного композитора серии Кая Розенкранца. Тогда сценарий был такой – авторы врубили билд, начали в него играть, а попутно делились с нами соображениями о том, каким должен получиться ремейк. Всего показали 45 минут. Не дурно. Однако в этот раз всё куда лучше. Притом очень радует смотреть на то, как проект играется уже сейчас. Оригинальная Готика хоть и была любима многими, в том числе и вашим покорным слугой, имела явные проблемы с тестерами. Ведь лулзов на её багах можно было поймать достаточно. Тут другая ситуация, что в очередной раз напоминает, насколько тестировщик – востребованная профессия. Средний заработок в этой нише – 120 тысяч. Плюс специальность – одна из самых быстрых способов для старта в IT. Обучиться профессии и начать искать работу через 4 месяца можно на курсе «Тестировщик на Python» от SkillFactory. Эта программа шанс освоить на практике актуальные навыки потренироваться на задачах от реального бизнеса. Здесь вы научитесь находить баги и улучшать качество программных продуктов. В ходе обучения вас ждёт дипломный проект от Ростелеком, где вы протестируете интерфейс их сайта и найдёте ошибки. В финале у вас будет портфолио, диплом о профпереподготовке и опыт. А школа поможет с трудоустройством. Кстати, сейчас у вас есть возможность получить грант от компаний-партнёров школы до 60 тысяч рублей. Успевайте! По промокоду IGM вас ждёт скидка 45%. Не упустите шанс стать частью IT-индустрии. Она как купол вбирает в себя людей, обратно не отдаёт. А мы от себя рекомендуем лагерь Skill Factory. Они учат тех, кого берут на работу. Мы возвращаемся в наши дни. Буквально пару дней назад вашему покорному слуге выдалось самому включить игру и... ну, поиграть в неё. Правда, вместо 45 минут — 15, но зато всё своими руками. Дабы было красиво и с эмоциями, давайте так. Я просто расскажу о том, как и что там сделала, позже озвучу общие выводы. Меня, как фаната, давно волнует вопрос с паркуром. Его наличие в мире тёмного фэнтези кажется несколько сомнительным, ведь в оригинальной игре это была максимум возможность сделать выход силой, а тут... Пу-пу-пу... Короче, захожу я. В шкуре безымянного оказываюсь на порядком расширенной стартовой локации и, дай думаю, проверю степень иммерсивности окружающего мира. Готика славится тем, как в ней можно по-разному взаимодействовать с предметами. Сколько всего можно схватить и на каком количестве всякого интересного посидеть, начиная от стульев, заканчивая болтами местных, образно говоря. Вот и здесь мне захотелось проверить, всё ли осталось на том же уровне. Ответ – да. Быстрый спринт в стоящий у озерца домик подсказал мне, сколько вещичек можно прихватить. Если кратко, то много. После я заметил дыру в потолке дома и мне подумалось, а можно ли туда просунуться. Паркур ведь, все дела. Я прыгнул и… О чудо, герой! Реально пролез. Это не статичное отсутствие полигонов, а реально потенциально дополнительный ход. Вот только у меня им воспользоваться не удалось. Оказавшись на крыше, я и шага не ступил, как упал в проём между домом и скалой. Всё. Оттуда дорога назад уже не предусмотрена, и пришлось перезагружать игру. На сей раз я решил не выкабениваться, время-то утекало, поэтому, скипнув диалог с Диего, пошёл к воротам, что предшествуют площадке обмена. Там я встретил старого знакомого Ори. В оригинале он тут был не один. Однако ранее две модели играли роль болванчиков, теперь же Ори – полноценный герой со своей историей, на которую его можно развести, и даже своим небольшим квестом. Оказывается, наш старый друг очень любит выпить. Однако вот беда, на его посту смертельно не хватает хорошего алкоголя. Как хорошо, что я, как большой любитель РПГ, сперва люблю тщательно обследовать местность, а потом двигать куда-то дальше. На площадке, в Хибарке, как раз лежала бутылочка пива. Её и можно отдать Ори за… Да, чёрт знает за что. Опыт, само собой. Но возможно, что в дальнейшем уже в лагере этот момент тоже возымеет свою роль. Ощастливив Ори, я пошёл дальше. Расхаживая между Штоленшахт, удалось отыскать кирку. Оказалось, что где-то недалеко должен быть и враг. Я искал. Вдруг мой взгляд, проскользив по пути, что ведёт вниз, к лагерю поймал силуэт, висящий на дереве. Мертвец. Дело классическое для готики. Но, может, как раз там и были противники. Я пошёл к повешенному и нашёл там… Нет, не славную битву, а меч. Взял и решил не сворачивать стропы. Оставалось ещё минут семь, и я подумал, что у меня есть шанс добраться до ворот старого лагеря. Он как раз виднялся. Эпичная башня, внушающий забор по периметру. Красота. Двинул я, в общем, а там раз, кирго, завал разбирает. Заговорились с ним. Всю свою жизнь мне пересказал. Душевный мужик. Вот только времени пожрал жуть. А в конце раз, и давай, говорит, подерёмся. Ну, я и согласился. После чего тут же отхватил п***дюлей. На этом, так сказать, всё. И чему же можно подвести итог? Да супер, вот что. Сцены диалогов сделаны очень живо. Операторская работа, ой, как хороша. Восьмёрка придаёт присутствие. Грамотные озвучки, развернутые фразы, крутяк. Хорошие картинки и детализированное окружение только погружают в мир. Вот то, что вы у себя на экранах сейчас видите, не совсем то, что видел я. Но тут, сори, даём те видеоматериалы, которые лежат в свободном доступе без всяких ватермарок или лиц стримеров. Посыл один. Графон лучше, чем вы видите тут в ролике. Персонаж ощущается тяжёлым, движения тягучими и инертными. Из-за этого сильно изменилась боевая система. Что-то близкое к Kingdom Come, я бы даже так сказал. Прям интересно, какую глубину в ней отыщут геймеры, а то, что она там есть, более чем уверен. Вся наша редакция, которой удалось пощупать Готику на стенде, в один голос сказала, да, это то, что стоит ждать. И лично я с этим полностью согласен. Крайне положительные эмоции, которые, мы надеемся, оправдаются уже в этом году. Ну а пока ждём. Большое вам спасибо за просмотр. Если ролик понравился, не забывайте ставить ему лайк, тыкнуть на колокольчик и подписаться на наш YouTube-канал, Бусти и другие соцсети, ВК, Дискорд, ТикТок, Твич и, конечно же, Телеграм. А также заглядывайте в наш магазин IGMGG, там скидки длятся круглый год. Скоро услышимся, безымянные. Не бойтесь спящего и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok